добрый день дорогие друзья сегодня 6 июля 2021 года и мы в гостях у дмитрия белого в очередной раз сегодня хотим снять видео сюжет о его папоротниках настоящее царство папоротников вот немножко сейчас расскажем правда я не знаю это видео очень долго получится потому что здесь их сортов просто десятки я даже хотел сказать сотни наверное вот это что у тебя тут за чудо такое кардиокринум гиганты гиганты кардиокринум это же луковичное что-то уже зацветает но это меньше не папоротник это я так отвлечение сюжет по росту но у тебя уже где-то где-то два с полометра он будет огромный так ну что допустим вот начнем это у нас осмунда королевская осмунда вот она здесь уже спароносы дает до спароносные вот уже побеги осмунда королевская очень да 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 сейчас покажем очень красивую него и ведь какие прям настоящая королевского резная прям как платок какой-то расписной так а где у нас карликовая карликовая у нас а крестатная форма осмундой вот она эта форма пониже сантиметров 50 высотой у нее уже видите какие крестатная форма листочка вот какие у нее кончики так ну что поехали с чего ты нам расскажешь ориенталис матеуция матеуция да боже не выговоришь это ближайший родственник страусник но чем она хороша она не ползет не ползет не стреляет не стреляет два и огромный да где-то она у тебя больше метра в диаметре и зимует отлично да у кого места много вот можно посадить такой экземплярчик давай бух дреб 3 буша до знаменитый папоротник такой высотой больше метра вырастает вот у него здесь три штуки посажена смотрите дальневосточный вид да такие воронки очень смотрится экзотически не дают не стреляет поросли не дает да как страусова перо известный папоротник а эти растут кучкой смотрится шикарно интересные осмунда клейтона осмунда клейтона тоже более нежные ваи у нее к воронкообразная и вот образует споры вот так вот посреди ваев интересно высота сантиметров наверно 70 а тут что хотел показать одна из самых карликовых осмунда ланцея с меленькими листиками да вот я держу рукой видите она какой высоты карликовая у меня такая тоже у димы куплено года три назад но еще чуть поменьше так а вот это вот к неограмма промежуточная к неограмма промежуточная вид обитает и на нашем дальнем востоке тоже экзотика такая смотрите какая красивая называют папоротник бамбук папоротник бамбук называем тоже мощные ваи уже стала давать под метр ползет достаточно компактно зимует без проблем отлично так пойдем вот на ту грядку вот здесь вот какие-то давай вот про этот вот укроп расскажи что это за укропчик такой симпатичный то ничем японику японский вид очень нежные рассеченные валют немного немножко паук рода совсем очень нежный смотрится да у принес есть такой тем про нашли неплохо как вы желаете на мульчирование сверху зимой без проблем у тебя смотрю отлично но достаточно поздно просыпается единственный минус этого папоротника он просыпается уже в июне просыпается в июне не надо дергаться раньше времени отлично торопиться надо прикупить такой тебя есть такой день продажи да отлично низенький сантиметров 15-20 работам нет вот этот а вот это пока очень интересные выдают на одной ноге такой вот такую за твою и тут же идет спароносный кусочек как называется еще раз боптрихиум 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 это наш эндемик сибири эндемик сибири да высота сантиметров 25-30 здесь людям интересный папоротничек ну редкость такого нет у тебя да в продаже ладно и будем ждать так это что за карличек а нет этот состав терис сатарис диккенсен понятно здесь то карликовые папоротнички цистоптерисы сантиметров 15-20 сантиметров почему-то их считают мало зимостойкими но у меня как бы они зимует отлично отлично вот зашли цистоптерис повыше вот этот более высокий кустик сантиметров 40 и вот цистоптерис по крайней мере цистоптерис ползучий такой низкий он и так стелется стелется очень аккуратно сантиметров нера 10 симпатично смотрится вот из ползучих миниатюров тоже гимнокарпиум дриопторис племозум небольшой так давай вот на эту грядочку здесь перейдем ну это известный похож да это что-то из 3 опторисов креста данная форма много похож на крис по креста туда да а вот карличек были стихи ойдос будьте полисти при стихи ойдос полистихи ойдос тихо видно низенький сантиметр 15-20 симпатичная штука это что-то это 3 извините масса конечно атилиумов японских сотов очень много перестатники пёстренький такой пёстренький другой татириум афитум оканум очень ярко нарядно смотрится папоротник оканумы красивый с ярко-красной такой ножкой из такой весьма выдается листоватая светлая листа красиво смотрится ну как обычно любимые сити феррум по листью хума сити феррум и совершенно разные вайме с злофиньем вайм заметь ты брэйвис сорт брэйвис он есть бывает часто в продаже он тебя есть по моему да да есть красивый у меня он тоже большой кустик редкий до сих пор крестата пенулум крестата как крестата пенулум пенулум редкий сорт к сожалению его пока нету я надеюсь что мне удастся его развести новый сорт сити феррума полученный в этом году плюмозом друери 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 по-другому немного тоже сложена вайка совсем диаметр сантиметров 40 но это еще пока новое растение какой будет я пока к сожалению не могу ну вот раздаличные формы с более тонкой самой вайка сейчас уже даже не вспомню . это тоже лениарис но с другого места и немного отличаются живая метров 10 высотой я думаю что он просто не дорос пока а вот очень интересный нежный папа с абсолютно непроизносимым названием дэнстантия 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 дэнсдэн фарди очень нежные войти интересные такая то что у нас это тоже эндемик это сама япония и дальнего востока это блехнум японикум блехнум японикум Это, наверное, второй или третий вид, который может у нас прекрасно расти, без укрытия, без ничего. Симпатичный тут кремоло. А вот очень интересная тоже новинка, достаточно недавняя, по листьям. Так, кто там? Ну-ка, смотри, что там на этикетке. Акорстихоидос затлил, сорт называется, покажи по крупным планам, чтобы видно было сложение вай, очень интересное. Красиво. Тоже редкий сорт. Так, что мы тут еще? Очень красивый сетиферум, недооцененный, я считаю, многими, мало кто его сажает, Херенхаузен. Херенхаузен. Часто достаточно встречается растение, как бы, ну, вот, его надо дорастить, чтобы было понятно, как... Вообще, все по листьям, и надо все-таки подрастить, чтобы понять отличия сортов друг от друга. Так, отлично. Интересный древопторис курпурелла, но требующий укрытия на зиму. Да, это сокрытие. Такие вот яркие, фактически... Желтовато-красные такие. Такие, кирпичного цвета немножко. Так, а это что такое тут вообще? Этот самый, лепидопод, дрилл-трис, лепидопод, сорт... О, господи. Проливико-минима. Проливико-минима, понятно. Так, и резной. Одиантум. Одиантум. Олегутикум. Олегутикум. Одиантум. У тебя их очень много разных, одиантум. Сейчас там еще другие покажем, одиантумы есть. Так, у нас тут в гостях еще Маргарита Григорьевна. Привет. Добрый день. Добрый день. Я люблю их. Мы сейчас тоже папоротников наберем. Оригинальные японские по листьям и дальневосточные тоже. Триптерон очень интересная. Вая сложения, нижние более широкие, такие как розеточка получается, вайка. Угу. Мажорненький. Также вот можно выращивать, пробовать сортомиумы у нас. Сортомиум? Ну, у меня что-то плохо, а у тебя отлично. Конечно, надо немножко. Ты укрываешь его немножко, да? Ну, так вполне. Даже эту самую зиму в минус 35. Он тебя перезимовал. Растение перезимовало. Вполне то самое. Ну, вот у Димы сортомиум. Он зимует отлично. Ну, с укрытием. Опять же, разные по листьям у них. Ситиферумы. Разные сорта. Очень оригинальные. Крестатум, ротундатум. Очень симпатичные. Крестатум, ротундатум. Ну-ка, ты подержи. Крестатум, ротундатум. Мало того, что крестатум, так еще и закрученный. Вот это вот более похоже. Да, тут вообще на конце как будто... Это должно выглядеть вот так. Целый кустик на конце такая. Отлично смотрится. А вот так же я проэкспериментировал с гимнокарпиумом. Гимнокарпиум? Сейчас. Амиэнзе. 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 Да. Ты тоже его укрываешь или нет? Нет, не укрываю. Не укрываю. Совершенно замечательно растет без укрытия. Очень оригинальный вид у этого растения. Чуть-чуть, походу, подползает. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, не видно. Немного ползает. Компактно, да. Ну и пусть. Вот стоит обратить внимание на очень яркий такой палистикум с жесткой силевой. Вай. Да. Такие, как пластмассовый, слушай. Неалобатум. Неалобатум. Вай перезимовывают, конечно, после зимы уходят. Но очень такой вот жесткая, твердая вая и очень яркий пух. Оранжевые. Очень оригинальный, тёмный зелёный зелёный зелёный. Так. Маргарита Григорьевна, запомните, вот этот надо нам. Пластмассовый. Нет, он прям пластмассовый такой. Пластмассовые листья нам надо. А может, это лучше не получится с печенком поближе. Ой, сколько ж у тебя из сортов тут. Нет, вот я сейчас сделала, посмотрела. Так, Дим. Очень интересный вот отириум. Достаточно новый, пока мало предлагаемый, с интересными крестатками. И с венци крестатом. И с анум крестатом. Вайки закрученные и дают такие интересные крестатки на концах. Вайки немного серебристые. Сейчас на слон оттенка выделяются на фоне других зелёных папоротников, разумеется. Вот так. Буша я уже показал. Что там ещё интересненького? Можем пройти. Так, а где-то ты посадил папоротники от Юрия Борисовича Марковского. Да, вот много. Вот теперь память осталась у тебя какая. Он мне тоже в том году подарил один папоротник на даче. Юрий Борисович сделал мне шикарный подарок в том году. Подарил практически все сорта, которые выводила Марина, его супруга. Тоже небесная. Да, тоже покойная. Ну вот снизу можешь начинать вот это вот. Всё это её, это самое производство, так сказать. О, какая форма крестовая, красивая. По-моему, рога оленя или что-то такое. Рога оленя? Видно, да? Грин кэрол. Нет, грин кэрол. Грин кэрол. Грин кэрол. Карликовая форма. О, тут целая грядка их. Все они разные. Сейчас на солнце, конечно, очень всё слепит. Все они очень сильно отличаются. Даже интересная, очень крестатная. Крестатка такая, не как у всех, не помпончиком. Ага. Интересная. Очень миниатюрная форма. Интересная. Да, миниатюрная. Сантиметр тридцать-сорок. Помимо атилиумов пока проходим. Хочу обратить внимание, у меня, правда, подгорело растение на солнце. Это дриотторискодина. Ваи прямо тоже жёсткие и чем-то напоминают цикос. Цикос чем-то напоминает. Когда разворачивается, ваи имеют очень яркое, чёрное, практически, опушение. Да, похоже, как у цикоса. Дальше опять идут атилиумы. Только у тебя их много. Разные формы. Благодаря Юре Борисовичу. Да, память хорошая осталась. Этот папоротник с Сахалина. До сих пор не определенного названия. И не определили, кто он есть, кто. Присыл тебе кто-то? Красивый. Вот знаменитый сорт Пенномарина. Пенномарина? С ними её покруче и покрутнее видишь. Подожди, как здесь на солнышке. Прямо вот все эти самые резные, резные, резные. Да, тоже крестатная форма. Симпатиуля. А это что-то низенький такой? Красивый. Это филеум филипмаз тоже. Это самый сорт Миниатиссимум. Миниатиссимум. Самый маленький. Высота сантиметров 15, наверное, у него. А другой просто сделает так в ту сторону, чтобы понять, какого он размер. Он действительно Миниатиссим. Заменито капут Медуза. Медуза? Да. Медуза. Медуза. Ой, она вот в руку вся берется. Маленькая какая. Так. Ну, Адиантум. Адиантум. Педатум. Педатум. Известные. Все, да? Вот тоже, посмотри, какие рога тут красивые. Так. А вот здесь у тебя, что есть в продаже. Да. Вот пойдем еще вот там вот здесь. Так. Обращу внимание на один очень интересный. А вот очень интересный. Полистикум арастихоидес. Такими крупными. Арастихоидес. Полистикум арастихоидес. 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 Очень байки такие интересные. Отличающиеся. Это еще не мелкорассеченные, а достаточно крупные сегменты. Ну да. Сейчас вот на солнышке покажем. Так. Как всегда любимые вуцки. Вуцки карликовые. Высота сантиметров 15. Да, у меня тоже парочка есть таких. Красивые. Они у тебя прям на палящем солнце. Да. И выдерживают это. Вот здесь на палящем солнце у него. Так, а вот это что? Очень интересный этот самый древторисофилис. Криспакангеста. А, Криспакангеста. Тоже если взять каждую ваю. Очень она такая вот прямо плоская. И прямо такие вот, как розочки наверху. Да. Ага. Сорт достойный. Очень миниатюрный. Ага. Низкий. Так. Сейчас, Маргарита Григорьевна. Это то, что красные стали? Это я думаю, что... Ну что. Вот показали папоротники, но правда не все. Ага. Что хочу сказать. Много здесь. Практически, наверное, девяносто восемь процентов. Они все зимуют без укрытия. Дима просто еще увлекается. У него есть коллекция домашних. Ну-ка, Вадим, пойдем туда быстро сбегаем. Домашних папоротников. Он их на лето... Холодного содержания. Да, холодного содержания. Он их на лето выносит сюда на улицу. А на зиму вот здесь у него на даче вот такая веранда. Такая мини-летняя веранда большая. Вот смотрите, какие у него тут и древовидные есть. Древовидные. Это Диксония Антарктика. Вот это вот, к примеру, что такое? Диксония Антарктика. Диксония Антарктика. Уже ствол привычный. Ствол, да. Цветы Медулярис. Вот это длинная. Да. Тоже со стволом. ЦТ? Медулярис? Да. Какие ваи большие. А ствол? Ну, как на юге прям, да. Как в теплых странах. Это оригинальная Эдуардия. Яркие, молодые приросты. Прирост у нее прям такой красноватый. Розовато-красноватый. Красивые. Разные блехнумы. Это блехнумы, да? Угу. Слушай, ну у них, наверное, вообще-то очень-очень жесткий лист. Прям вообще твердый-твердый. Прям даже как колючий пластик настоящий. Один его носит хорошо запах. Угу. Это красиво. Кенеограммы. Ну, эти же кенеограммы у меня растут и в саду. Ну, это дубля для холодного помещения. Угу. Угу. Вот такие разные блеи. Так. Что у тебя тут еще такое ценное есть, что нужно? Вроде как и все показал. На зиму ты просто их составляешь все туда, уносишь в кадушечках. Ну, смотрится оригинально. Можете приезжать в гости к Диме за папоротниками. К нам в Кировск. Вот ссылочку я дам под видео. Кто хочет заказать папоротники, ссылочку тоже дадим. Его в группе можете заказать Орхиц Даймон. У него группа называется, тоже ссылка будет. Так что масса папоротников и других многолетних редких растений. Все можете заказать у Диме. Ссылочка будет ниже под видео. Кому это видео показалось интересным, можете поставить лайки. Всем хороших и удачных посадок и выращивания в это жаркое лето.